Утро со звуком. Не проспи. Главное это утро. А утро продолжается, друзья мои. 926 в Москве. Дмитрий Першин пока еще у нас, он еще никуда не ушел. Не сбежал. Да, нам его синдром пока не грозит. И три четверти кофе выпил уже. Полиночка, я заметила. Вершие 2 грамма взял. Она ждет момента, когда она до конца все допьет, чтобы добавки дать. Я так полагаю. Так, ну что, у нас есть заявочка Полиночка. Зачитай ее, пожалуйста. Целиком от Дениски. Сообщение в скайпе радио13.ру. То есть он все-таки услышал нас и прислал все целиком. Да, да, он прислал все целиком. Анастасия, оперная певица, поет джаз. Так, вот про то, что она была здесь, не надо. Так, звали Настеном Сластеном. Да, Сластеном. Есть ВКонтакте. Уже социальный человек, уже социальная личность нормальная. Так здорово. Причем по чужими фотографиями, наверное. Как вариант. И как тут предложена идея? Ее тоже нужно озвучить? Да, можно озвучить. Или у тебя своя есть? Нет, она Диме понравилась, мне тоже вроде как ничего. Значит, какая легенда может быть? Вы, заказчик, ищите хорошего исполнителя для концерта, но нужно узнать, сколько стоит. И что может петь. Вот может она напоет что-то. То есть нужно сделать так, чтобы смотивировать человека попить. Дима, ты умеешь так делать с людьми? Ну что, в принципе, периодически мне приходят такие звонки, когда пытаются узнать стоимость выступления кого-то. И очень подозрительные предложения иногда бывают. То есть поехать, не знаю куда, делать непонятно что. Ну что ж, попробуем встать на место. Да, попробуем встать на место заказчиков сегодня и разбудить Настену таким способом. Настена, если ты еще спишь, мы идем к тебе. Главное, чтобы это не ты писал эту заявку. Разбудитель на радио 13. Они разбудят всех. Временно заблокирован. The number you have dialed is temporarily suspended. Вот так вот. Все слышали? Что с Настеной? Так. Так, я попробую еще раз, потому что, ну, может я ошибся. Может она переляжет поближе к стеночке и там ловит, типа? Это что? Настена, повернись на левый бок. На этом боку у тебя телефон лучше ловит. Сейчас попробуем. Нет, на самом деле. Дима, пока можешь рассказать вообще, в самом деле, что случилось с Фопостом. Почему ушел от Бигбаева. Все говорят, вроде, хороший Бигбаев. И синдром Димы. И как все-таки синдром Димы накрыл группу Фопост. Ну как, как. Там получилось, что синдром Димы в квадрате, поскольку два Димы, и вот, видимо, не сошлось, не сложились звезды. Но на самом деле, я очень рад и благодарен тому времени, которое я провел в этой группе, потому что новый опыт для меня был очень ценен, и интересные знакомства появились в это время. Ушел, потому что все-таки в течение, наверное, последних 11 лет я был сам лидером группы, сам автором песен и вокалистом, и, соответственно, хочу продолжать именно это делать. То есть я считаю, что автор песен должен сам исполнять их на сцене, и именно от него должен идти вот этот посыл для людей. А когда это через других людей делается, ну, немножко, наверное, неправильно все-таки. Для меня гораздо важнее, чтобы люди слышали именно истинный смысл песен, а не так, как кто-то их может интерпретировать. Ну да, в самом деле, одну и ту же песню каждый поет по-своему, и только автор может достойно передать звучание. Конечно, и к тому же все-таки хочется дальше развиваться, не только как музыкант, но и как композитор, аранжировщик, автор песен, и поэт, и даже продюсировать. Я сам себе сейчас продюсер. Мне это очень интересно, создавать свой проект с нуля, организовывать все, организовывать людей вокруг меня и так далее, сплотить команду и работать уже дальше. Знаешь, мне нравится Дима, он как нормальный русский человек, хочет что-то сделать хорошо, сделай это сам. Только так, чтобы потом никого не винить ни в чем. Конечно, конечно, винить можно только себя в своих неудачах, никого больше. Ну, а в какой момент можно делегировать обязанности, например? Ну, вот когда обязанности продюсера ты делегируешь? Нет, ну как? Конечно, всегда приятно, когда есть люди, которые тебе готовы как-то помочь и так далее. Но с точки зрения продюсирования все-таки лучше делать все самому. Потому что в нашей стране продюсирование это немножко другая деятельность, чем во всем мире. И я подхожу с той точки зрения, что продюсирование это все-таки организация людей вокруг какого-то дела и направление их по общему руслу, так сказать. Ну, вот сам себе режиссер, сам себе продюсер, сам себе директор. Вот, кстати, я хотела задать вопрос. Бывает, что люди пребывают очень долгое время в фантазии своей, что придет добрый дяденька продюсер и обеспечит деньгами на всю оставшуюся жизнь. А вот как ты относишься к такой легенде и что ты можешь сказать тем, кто вот в такой фантазии живет? Кто с такими надеждами живет. Нет, ну, как бы мечтать это здорово, это классно и хорошо, когда у маленьких, у молодых девочек или мальчиков есть подобные фантазии. И на самом деле некоторых находят продюсеры, потому что взрослые дядечки, которые в этом бизнесе уже давно работают, они знают, как и что нужно сделать, чтобы раскрутить проект, особенно в сфере нашей медиа. Но обычно они берут полностью все с нуля, то есть под свой проект. А поскольку у меня уже, как бы, есть история и песни и так далее, то мне, ну, такой дядя никак не сможет помочь в любом случае. Скажу, даже добавлю, когда у человека уже появился вот такой свой стержень, ломать его какой-то продюсер, это будет очень долго? Ну, конечно, потому что любой продюсер в любом случае будет предлагать контракт, который будет губителен для артиста. И выгоден для продюсера. Так что, если кто вдруг захочет, чтобы я его продюсировал, то как бы это, пожалуйста, я вас жду с радостью. И с удовольствием сломаю ваш талант. И к нам тоже приходите, друзья. У нас есть свой собственный пиар-уголок. Попиарим. Ничего, все нормально. Тут за дверью недалеко. Вот. Ну что, давайте еще раз попробуем дозвониться Настене. Я вроде как номер проверил. И сейчас постараемся. Кто-то заблокировал Настену. Настена не на ту кнопочку нажала и уснула. По-моему, заказчик сам ее заблокировал. Заблокировал, но понял, что потом ему все-таки с Настеной ничего не светит. После того, как Настена побывает в нашем разбудителе. Вот. Друзья, ну что, время идет. 9.33 в Московской уже ровно. Трек «Лишь бы ты всегда была». Е. Послушал немножечко, понравилась. Очень даже такая милая песенка. Но все же, Дима, лучше, чем ты про нее я не расскажу. Да, конечно. Это мой первый сингл после начала сольной деятельности сейчас. Песня была написана, сочинена полгода назад. И вот с помощью моего приятеля Максима мы сделали аранжировки и записали все своими силами. Мне кажется, получилось вполне неплохо. Эта песня про то, что любовь – это такое чувство, которое не только объединяет, но и разъединяет людей. И в любом случае, даже находясь на разных концах планеты, даже никогда не видясь и не общаясь с тем человеком, которым ты испытываешь какие-то чувства, главное – эти чувства испытывать. И неважно, вместе вы или нет, все равно любовь, она будет вас держать, она будет вас направлять и окрылять. Слушаем. Радио 13. Эксклюзив. Эксклюзив.